На протяжении всего летнего периода студенческая молодежь города активно трудилась. 88 отрядов были задействованы на строительстве крупных объектов, оказывали волонтерскую помощь и поддержку, обустраивали быт в детских оздоровительных лагерях. Каждый желающий получить работу был трудоустроен. Так как моя профессия педагогическая, и это мне даст большой опыт для моего будущего. С детьми в лагере ты как в отдельной вселенной, вселенной под названием детство. Для детей ты там не просто вожатый воспитатель, а ты для них являешься и папой, и мамой, и врачом, и волшебником, и фантазером. Брестский государственный технический университет активно участие принял в стройотрядовском движении, особенно в связи с потребностью участия их в стройках тысячелетия Бреста. Поэтому потребности существуют и в стенах нашего университета. Стройотряды мы привлекаем активно для наших внутренних нужд. Поэтому да, у нас существует мощный строительный факультет, где учатся ребята строительного профиля. И такое участие в реальных практических мероприятиях им только помогает стать хорошими специалистами. Что удалось в 2019-м, а также в каких направлениях стоит еще поработать. Об этом шел разговор в рамках заседания оперативного штаба. Участие в мероприятии приняли представители вертикали власти, молодежного движения, руководство вузов, администрация предприятий. Юноши и девушки себя хорошо зарекомендовали, а потому организации готовы в 2020 году продолжить сотрудничество. Мы готовы принять всех специалистов, которые соответствуют в первую очередь по физическому здоровью, потому что работа средними условиями образования желательно, конечно, строительной специальности, но это не столь принципиально. Самое главное, чтобы у людей было желание работать. Бойцы студенческих отрядов нас зарабатывали в месяц, скажем так, от 500 до 800 рублей. В рамках реализации программы молодежной политики в Брестском городском исполнительном комитете и в целом в общественных объединениях проводится определенная работа по вовлечению ребят в каникулярный период и в свободное время именно в производственную деятельность. В 2019 году было создано 88 студенческих отрядов, было привлечено 1051 человек. Если в сравнении с прошлыми годами посмотреть, то в 2017 году было задействовано 520 человек, в 2018 году 583 человека. Поэтому для ребят, что является основным из направлений, это прежде всего адаптация и поведение в коллективе, это, конечно, определение с будущей профессией и, соответственно, зарабатывание личных денег. На 2020 год 21 организация уже готова взять на работу около 600 человек. Ближе к периоду летних каникул эта цифра, как правило, увеличивается пропорционально потребностям. Ребята были задействованы в таких отраслях, как строительство, промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг. Поэтому в текущем году будет работа в данном направлении продолжена и будут приложены все усилия для того, чтобы ребята могли в свободное время, прежде всего, повышать свой профессиональный уровень и, соответственно, могли заработать на какие-то свои личные цели заработную плату. Любое подведение итогов невозможно без церемонии награждения. В рамках мероприятия были отмечены наиболее активные и творческие бойцы студенческого движения. Для молодых людей такое внимание к их достижениям всегда почетно и приятно. А еще это повод задуматься над тем, где провести следующие каникулы. Ведь в отряде это всегда весело и интересно. Студенческий отряд дает возможность студентам заработать, что для студента всегда во все времена было замечательно. Во-вторых, дает возможность заняться чем-то полезным в свободное свое время, как-то помочь и завести новые знакомства, завести настоящих друзей. Потому что любой студенческий отряд объединяет, он сплачивает и создает крепкий коллектив. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.